Давайте вернёмся теперь к правовой системе. Как вы думаете, наша правовая система сейчас соответствует международным стандартам? По некоторым направлениям да, по некоторым направлениям нет. Тут можно спорить. Давайте тогда конкретно, как вы относитесь к смертной казни? Вообще, я был одним из противников упразднения Института смертной казни. Знаете, его всё-таки, ну, у нас параллельно шло, и сейчас, по-моему, смертная казнь не отменена. Мораторий у нас сейчас. Мораторий объявили, это правильно. Давайте попробуем, насколько это устроит наше общество, наше человечество. Вот это пожизненное заключение. Это хуже, чем смертная казнь. Поэтому то, что в нашей стране пока не отменяется, не дай бог, не дай бог, чтобы были какие-то массовые убийства, да, вот именно преступным путём. Ну, а если преступник, когда преступление, когда убивают малолетних детей? Знаете, вот сторонники, вот эта вот отмена смертной казни, ну, это Европа, вы знаете, вот они и во всяком. Ну, демократы. Америка. В Америке 50 штатов, да? Там, по-моему, в 36 или сколько штатах смертная казнь есть? Есть. Но у них инъекции, по-моему. Причём разными путями, на электрическом стуле, ещё какими-то путями и так далее, но они сохранили. Они говорят, Богом данная жизнь, Бог, то есть естественным путём, человек должен уходить из этой жизни. Но преступник, лишивший жизнь своей жертвой не божеским путём, а преступным путём, что он заслуживает своей смерти именно Богом, да? Видите, тут тоже можно поспорить где-то. Я вот сторонник того. Если он заслужил такую смерть, так, пожалуйста. То есть, если он убил человека, то он заслуживает смертной казни? Да, спокойно можно, конечно. Это не обязательно. Я тоже был судьёй, выносил приговоры и смертную казнь выносил. Она не всегда даёшь, потому что, видите, каждое убийство, оно не похоже друг на друга. Кто кого-то доводит, кого-то приведи к этому жестокому преступлению, его жизнь, судьба его. Всё это учитывается. Смех, чай, со стороны и так далее. Она не всегда даётся по этим преступлениям. Конечно, иногда нету смертной казни. Вот у меня, когда я работал с народным судёй, я судил одного несовершеннолетнего, который уже третий раз судил, был под судом, и уже в последний раз за жестокое убийство. Но по нашему закону несовершеннолетнему более 15 лет не дашь. Тогда, тогда вот. Вот. И всё. А нам, вот у меня тогда были двое заседателей, нам так хотелось этому, ну, человеку молодому дать именно смертную казнь. А за коррупцию вы бы дали смертную казнь? В Сингапуре именно таким образом? В Китае тоже дают. И в Китае, ну, в Китае до сих пор коррупция есть, даже смерть их не пугает. Да, и да. А в Сингапуре именно благодаря смертной казни они искоренели коррупцию? Надо бы. Если, ну, смертная казнь даётся человеку, который совершил убийство, там, двух, трёх человек, значит, он принёс ущерб этим трем семьям. Конечно, в общественном плане резонанс-то большой, особенно где-то убийство, убийство с изнасилованием, там, малолеток и так далее. Разные же бывают. Но коррупция, ведь это раковая болезнь всего общества. Ведь, знаете, вот я буквально, по-моему, вчера где-то вот на каком-то сайте прочитал слова одного политолога. Он говорит, это коррупция, это насмешка. Насмешка над правом предпринимателя, конкретно гражданина, быть свободным в участии в бизнесе. То есть коррупционер, он своим вот коррупционными действиями, он насмехается над обществом. Он эту болезнь расширяет. И общество, место продвижения вперёд, благодаря этой коррупции. Ну, сейчас, вот понимаете, вот сейчас уже экономисты все подтверждают, где-то, ну, это страшная вещь, особенно в системе госзакупок. Без подачки какой-то оно не проходит, никакие твои деньги. И там не только деньги, да, то есть, я даже помню случай, когда... Один министр просто лишил новорождённых оборудования, да, в котором они нуждались. Да. Да, то есть, и дети не получили, да, то есть, эти дети, может быть, и не выжили, да, только благодаря тому, что вот он направил эти деньги туда. Я помню, вот скончался один из лидеров ассоциации инвалидов, вот, очень был серьёзный человек, вот, два года назад он скончался. Вот, и он ко мне приходил, говорит, Максу Тага, что это такое? Мы, говорит, участвовали в тендере по поставке инвалидных колясок. Выиграл совсем, говорит, другой ТО. А мы, говорит, всю жизнь этим занимались, и мы, говорит, знаем, что понадобится. А какая-то другая ТОшка, она, говорит, выиграла. С такой обидой, понимаете, вот, он не выдержал все эти вот, то, что творится вот в этом плане, и скончался. А такой был мужественный человек, и президент его принимал. Вот видите. А как вы думаете, смертная казнь, она искоренит коррупцию в Казахстане? Вообще-то сама смертная казнь, мы юрист, вот я криминолог. Это есть такое направление правовой науки, как криминология. Это изучение причин преступности и выработки мер борьбы с этой преступностью. И вот многие криминологи считают, что жестко, чем жестче мера наказания, это не избавит от того, что вот именно это вид преступления всегда прекратится. Но вы же понимаете, смотрите, вот за коррупцию дают какой-то определенный срок, да? Ну, даже есть анекдот, что можно взять кредит в банке, да, там, миллион тенге, да, и расплачиваться пять лет. Или своровать эти миллион тенге и отсидеть пять лет. Вот что легче? Вообще, знаете, вот при Советском Союзе, я же юрист и судья, бывший следователь именно советской системы. Тогда была смертная казнь за, ну, тогда по-другому называлось это, ну, это хищение государственное, собственно, смертная казнь предусматривалась. И причем она исполнялась очень быстро. Это срабатывало, срабатывало. Почти коррупции в такой форме, как сейчас, у нас не было. Не было, понимаете? Поэтому, как эксперимент, может быть, надо вернуться к такой практике и попробовать. А что будет? Давайте вернемся теперь к вашему университету. С 2000 года вы являетесь руководителем, да, Казахской государственной юридической академии. В какое-то время, я помню, вы отходили от ректорства. Сейчас вы с 1 сентября снова ректор. Что изменилось? Я вот слышала, что сейчас в Казугио стало намного сложнее учиться. Это правда? Правда. Правда, но нельзя. То есть там будет 5 пропусков и все отчисляют. Ну, это, знаете, вот в европейских некоторых вузах мы как раз направляли своих преподавателей, тех должностных лиц, которые курируют эту часть, в Европу, в несколько стран изучать опыт. Как там идет, понимаете? И что там тоже делают? Во-первых, что? Я сегодня с гордостью могу заявить, что в нашем казахском гуманитарно-юридическом университете полностью ликвидирована, ну, так называем, коррупция системы образования. Нет. То есть у вас коррупция в университете? Со всеми преподавателями, со всеми работниками, ну, аппарата, который обслуживает эту систему, которые действительно были замешаны, где-то участвовали, видите, в разводах, так называемых, со всеми попрощались. Все прозрачно. Вы сейчас даже, вы сами можете открыть сайт Казью, и если вам знакома фамилия какого-то студента, ну, ваш родственник, племянник и так далее, вы найдете, как он учится. То есть сегодня, если ты сдал экзамен или зачет там, сдал, и твои данные уже можно посмотреть на нашем сайте. Эта открытость, она привела к этому. То есть ректор ко мне выходит, выходит сейчас, ой-вай, мой племянник или там мой внук, мы окей, окей, ну, вы же знаете, мы не без этого, никого нельзя обвинять. Я говорю, дорогой, я ректор, но я без помощи перед той системой, которую в нашем университете мы сделали. Но Казью сейчас это частный ВУЗ? Знаете, вот, ну, некоторые, назвать его по закону, по закону уж это он, можно назвать его частным. Хотя 35% пакет, это госпакет акций, вот, которым владеет госкомимущество и министерство образования. А 65%? Ну, в свое время, по постановлению правительства, 18 ВУЗов государственных, они акционировались. Вот в число 18 и попал наш Казью. Ну, вы сколько тогда процентов акций купили? Знаете, вот, сейчас у меня 51% акций, это являются мои. Ваши? Да, мы со своей семьей, даже, ну, моя супруга, она бизнесменка, и она как раз действующее свое ТО вложила, вот, в ту цену, которая оценивалась банком, ну, независимой оценщикой. То есть она вам помогла купить ваш ВУЗ? Да, 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 да. Не ВУЗ, а часть акций. А часть акций. Ну, простите, у вас больше даже, получается, акций. Я вам расскажу одну интересную историю. Вот, конечно, многие, может быть, я об этом жалею, свидетели сейчас еще рядом со мной, преподаватели. Мы тогда, честное слово, мы тоже не были готовы, вот, наша семья, лично у меня вообще не было какой-то, ну, финансовой или базовой вот такой. Вот, супруга, она занималась бизнесом давно. И мы не были готовы к покупке. Мы начали убеждать, где-то не заставлять, а где-то убеждать, где-то такими методами, что вы обязательно должны быть акционерами своих преподавателей. Так на меня же писали жалобу, писали, собирали какие-то, эти, прессу, давали, ну, информацию, что ректор Нарикпаев заставляет нас покупать акции. Никто их не ограничивал, просто все отказывались. То есть, на тот момент грамоты даже у преподавателей не хватало. Ведь акционер, это не просто иметь какую-то долю в этой собственности, а это право на руководство. Ну, я знаю, что в вашем университете работает ваш сын и работала ваша дочь. Они вам помогают? Моя дочь работала, действительно, даже она где-то работала в должности проектора по учебной и методической работе. И до сих пор преподаватели, студенты вспоминают ее с добром. То есть, сейчас она уже не работает, да? Да, в Дубае, между прочим, она сейчас повышает свое знание, по-моему, в американском, что ли, в университете, в Дубае. В МВИ она учится, вот, двугодичный, ну, получает дополнительное образование. Сейчас сын, да, Талгат Максуточный-Нарик Паев, он тоже кандидат в наук. Он уже пять лет руководит правлением. Ну, он с 78-го года. Сколько ему лет? Ему, получается, 34 года. А еще я слышала, что у одного из ваших сыновей есть сеть ресторанов. Да, 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 у Талгата, как раз вот у моего сына, есть сеть ресторанов, халал-рестораны. Халал-рестораны. Да, как он называется? Рафе. Рафе, по-моему. То есть, это вашему сыну принадлежит? Да, да, да. Мой сын, вот, честно сказать, он верующий. И снаха тоже сейчас пять раз читает намаз. А вы религиозный человек? Да. Сейчас да. Был атеистом, коммунистом. А сейчас, по-моему, с какого-то, где-то четыре года, пять раз что читаю намаз. Пять раз читаете намаз, да? Стараюсь не пропускать, не пропускать. Верю, что Бог действительно есть. Хотя, сам в школе, моя бабушка, Рязат Бану, она читала намаз пять раз. Я был маленький. Вот, когда маленький садился на ее спину, это было очень как качели, да? А когда уже седьмой класс заканчивал, я ее убеждал. Ажи, ну прекрати читать намаз. Нету Бога. Аллах, это вранье. Мы исходим из обезьяны, человек и так далее. Ну, тому, чему нас учили в то время. Но я убежден, я убежден, что есть Бог, есть все вышли. Даже, знаете, вот мне нравится вот Animal Planet. Вот если вы внимательно будете смотреть, уберитесь, что это не все случайно. Все закономерно. Все подчиняется, весь мир, вся планета, вся эта система, солнечная система, она подчинена одному закону. Я шутя говорю, кроме человека и собак, остальные, остальные, знают только своего. Только своего. Лошадь свою, там, любовь, ну, любимую. Корова, бык только себе. Подводный мир никого не меняет. Морской конь, конек, такой маленький животный. Они знают только своего. Вот что касается, да. Правый животный? Правда. А что касается любви, да, как вы относитесь к мусульманским бракам? Отношусь нормально. То есть, к теме многоженства вы ее поддерживаете? Я поддерживаю. Поддерживаю. Во-первых, что? Когда я поддержал, ну, публично, вот, дал интервью, что я поддерживаю, ну, там было серьезно, но полушутя отдал, ответил на этот вопрос. И пошел такой, ну, это я нормально, я заулыбался, что хорошо, хоть этот вопрос начали обсуждать. И ко мне пришло на мою электронную почту, и сейчас мы с ней переписываемся, один ученый направил свою статью, именно, я вообще не специалист в этом вопросе, но как правовед, как правовед, я считал и считаю, что, ну, во-первых, законодательно никто не нуждается. Как бы мы не закрывали на это глаза, как бы мы не хотели, чтобы, ну, не видеть этого, да, но в реале-то есть. Кто страдает от этого? Страдают дети в будущем, которые не имеют права, именно закону права, займить фамилию своего родного отца. Вот он мне пишет, там семь факторов, почему вот должно быть разрешено вот это многоженство. И не смотреть на это, как на какое-то правонарушение. Во-первых, биологический фактор. Окажется, мужчины, как и в другом животном мире, не моногамин, не ополигамин по своим происхождению. Поэтому мужчины и до старости лет, хотя ничего такого путного не совершает, но он таким глазом может взглянуть на красивую девушку, молодую. И только человек своим вот этим вот моногамией, вот, одноженством, одноврачством, это католическая церковь привела. Хотя там тоже, вы знаете, что творится сейчас. Правильно? Вот. А ислам до сих пор придерживается этого. Придерживается. Ну, это, знаете, во-первых, по, я, ну, не все мужчины могут, во-первых, если он не может править одной женой, как он может править несколькими женами. Самой Саудовской Аравии, вот я там бывал, несколько раз я задавал вопросы. Вот те, которые имеют одну жену, только одну жену имеют, это где-то 90%. Саудовской Аравии, среди этих арабов, где закон решает четыре жены. То есть, получается, в арабских странах могут иметь несколько жен, только богатые мужчины? Богатые, не только в материальном плане, но в физическом плане. А у нас, а у нас, как в Астане происходит? Тайна. Когда я давал интервью, вот, это, телеканалу Астана, потом на следующий день звонят, что я за. Вот, ну, мне задала журналистка вопрос, говорит, а почему, говорит, вот, Мажелесе несколько раз поднимает вопрос, говорит, она не проходит это, вот, Айталы там поднимал этот вопрос. Я говорю, да потому что многие из них, говорит, я знаю, Игорь, многие из них, они не две, а еще несколько подруг имеют. И на меня они ополшились. Потом звонят мне, говорит, Максу Султанович, вот после вашего интервью, там в парламенте, говорит, там кипит этот вопрос, говорит, мы хотим взять у вас интервью, сегодня подадим, говорит. Вот, они будут, говорит, и выговорят, где, а я был в Алма-Ате по пути, они записали меня. Потом я улетал в Астану, я, говорит, помощнику говорю, слушай, ты послушай обязательно, потому что я буду в дороге, я не увижу эту передачу. Я говорю, какие депутаты, что будут говорить? Потом прилетаю, звоню, ну что, да я посмотрел, говорит, два депутата выступили, ну что, ну один, говорит, так и сяк, а другой, говорит, ну такой злой. По-моему, говорит, один из ваших друзей, говорит, бывших, вот, которых показывал по телевидению, где-то с какой-то девушкой, вот, а он, говорит, сказал, что пусть Максут скажет пальцем, какой из депутатов, вот, имеет вот несколько жен и так далее, вот. Ну такая реакция тоже была, но это все, это реальная реакция, это нормальная реакция. А чего боятся эти мужчины? Своих жен, скорее всего. Главных жен. Главных жен, да. А среди политиков много друзей у вас сейчас? Друзей в политике не бывает, особенно, если этот политик, ну, не твой сторонник, не твои идеологи, да, не поддержит твои идеи, совсем, он в оппозиции с твоей партией. Поэтому я считаю, что в политике у всех друзей не бывает. Политика это жестокая игра, жестокая игра, которая ставит перед собой большие задачи, особенно, если ты лидер политической партии, и ты привержен к идеологу конкретной партии, то это обязательно борьба за власть, а в борьбе за власть все методы, они, как его, оправдывают хороши, если ты достигаешь цели. Поэтому, правильно говорят, политики, что политики это очень грязная, грязная вещь. Вы знаете, вот недавно, в прошлом году, буквально в конце, я потерял одного своего близкого, ближайшего друга, с которым в школе учился вместе. Он писатель, вот. Мы с ним писали одну книгу, роман-диалог, трудные ступени счастья, ну, о моей судьбе, вместе с ним. Мы с ним согласились. Вот я потерял его недавно и почувствовал, что, оказывается, настоящий друзей. Вот. Многих мы считаем при жизни, вот, настоящий друг, он мой друг. Да не все друзья. А вот друга, оказывается, ты замечаешь, когда ты его теряешь. Это был просто попутчиком, ты назвал его другом или товарищем, а просто был попутчиком в жизни. А это действительно настоящий друг. И мне было очень тяжело. Когда я получил информацию о машине, я ехал в машине, причем был в отъезде, вот, друг его сына мне позвонил, такой-такой. Я, знаете, и как раз диск водитель поставил, диск моей песни «Жан Доссен». Там как раз слова эти песни о верном друге говорят. Я не заметил, как я, ну, ревом плакал. Поэтому, друг, это, по-моему, это исключительная ситуация в отношении людей. Я горжусь, что вот сколько уже, 58, да, лет, мы, несколько человек рядом с президентом. Это, по-моему, достоинство, в первую очередь, самого президента. Я не знаю, вот, лидеров других государств, других стран, которые бы именно до конца жизни берег своих друзей, которые были простыми, простыми ребятами из деревни, учились. Да, конечно, мы достигли тоже высот благодаря нашему другу, нашему другу. Я горжусь, что и весь такой президент, который дает пример, как сохранить друзей, как быть другом, как бы это тяжело не было. Быть другом президента очень тяжело. Быть родственником, быть родными, близкими людьми президента, в том числе другом, это очень тяжело. Потому что всегда ты живешь, как бы не оказаться, ну, в объекте обсуждений по какому-то, по какой-то своей ошибочным действиям, ошибочным словам. Потому что знаешь, что каждая оценка, которая адресована тебе, она сразу адресуется к нему, как к главе государства. Ну, я думаю, что не только вам повезло иметь такого друга, но и президенту повезло иметь такого верного друга, как вы. Поэтому спасибо большое, что согласились прийти ко мне на программу. Мне было очень приятно и очень интересно с вами побеседовать. Спасибо большое. Я еще раз напомню, это была программа «Статус Кво», и сегодня у меня в гостях был Максут Нарикбаев. Всего доброго. Увидимся в следующий четверг. Субтитры сделал DimaTorzok